Сегодня наша программа «Творческая мастерская» приглашает вас на встречу с диаконом из Пермской Соликамской епархии Николаем Червоном, автором-исполнителем, лауреатом и победителем многих православных музыкальных фестивалей. Ее берега, чтобы песню сложить о тебе, о родимой моей стороне. Мы живем на святой земле, верой испытанной, кровью пропитанной. Опаленной в кромешном огне, но болью излеченной, с небом повенчанной. А мотив из небесных нот напоет колокольный звон. Тот, что манит к себе и зовет, лечит раны былых времен. Этой песне не страшен гром, и слова не спалить огнем. Эту землю, где мы живем, не понять, не постичь умом. Мы живем на святой земле, верой испытанной, кровью пропитанной. Опаленой в кромешном огне, но болью излеченной, с небом повенчанной. Мы живем на святой земле. Мы не вправе ее не любить, Эту землю ведь и здесь нам жить, Нашим детям еще здесь жить, На этой святой земле. Отец Николай Червон в музыку влюблен с раннего детства. Через музыку, через знакомство с духовной музыкой, через пение в церкви. Пришел к православию, пел на клиросе. А в 2002 году был рукоположен в диаконы. Песни я начал писать очень давно, Еще со школьной скамьи. Но песни были такого бытового характера. Был такой протест, Но время было такое, Перестройка, Рок-группы. Я как раз был в этой волне. У меня был свой коллектив, Была рок-группа своя. Ну, я сейчас считаю, Что это песни, конечно, Для меня очень неудачные, Но все-таки это была ступенька К тем песням, которые я пишу сейчас. Этот опыт, он мне просто пригодился В написании новых песен. Ну, здесь сыграла роль, Да, очень огромную роль. Сыграло, конечно, Божие благословения, Потому что без Бога Мы не можем делать ничего. Вот. Раз это Богу угодно, Вот. И у меня есть к этому желание. Мое желание, Совпадая с волей Божьей, Все получается. С рукоположением в диаконы В творчестве родилась новая волна. В его сердце пришла Другая музыка, Другие к ней слова. Но сперва он даже Не ожидал для себя Такого служения. Думал, С музыкальным прошлым покончено. Когда уже меня рукоположили в диаконы. А когда это было? Это в 2002 году. И где это было? Это в Свято-Троицком Стефаном монастыре города Перми. Владыка Афанасий, Сейчас на ней покойный, Сарсония местная, Рукоположила меня в Сан-Диакона. Конечно, я был таким неофитом. Вот сейчас вот. Ну, с музыкой я ничего общего Не хотел иметь. Тем более с гитарой. Я же диакон, Сейчас он Буду там Ну, что положено диакону, Только буду совершенствоваться По этой линии. Вот. Ну, Такое, опять же, Божье прозволение, Благословение. Архимандрит Стефан На миссинг монастыря. Вот. Сказал мне, Так, отец Николай, Тот опыт, который у тебя был, Раньше ты его не закапывай, А давай на благо Церкви, людей, Его, Значит, Используй. Все, бери гитару, Иди. И куда? Ну, куда он? На зону иди, В армию иди. Да вообще, иди. Вот есть, Есть, да, Граница церкви, Храма, да? Вот иди туда, За эту границу. Вот. Ну, что это там должен делать? Пой песни, Вот о православии и так далее. Сын оставил отца и спросив свою долю и пустою надеждой горя. Он ушел, не прощаясь, Творить свою волю пилигримом в чужие края. Он силен был и молод, но гулял еще ветер в неразумной его голове. Он не знал, Он не знал, что есть горе и слезы на свете, И беспечно шагал по траве. В той далекой стране, В той далекой стране стерцогрела свобода, Где раздолью не видно конца. Он на вольных пирах тратил юные годы и наследство родного отца. А ему все казалось, Что солнце там ярче, И каждый ему так рад. Будто там он нашел свое верное счастье И не стремился назад. Мне, конечно, хотелось сказать своим знакомым, друзьям, Что я сейчас дьякон. Вот, вы знаете, вы как бы так живете, Как немножко, может быть, неправильно. Ну, это такое неофицкое настроение. Но сказать, естественно, я не мог правильно. У меня не было такого образования. И сейчас у меня нет академии. Это тоже дар божий, сказать слово. Такого дара у меня нет сказать. Я хотел это воплотить в песни. Потому что это у меня больше получается. Я думаю, что даже доходчивее до сердца человеческого, Когда в песне правильно все сказано, Я поставил себя на место зрителя. Как бы я хотел бы услышать, что со сцены. И вот такие песни я начал писать. На него я порой так похожим бываю. Все пытаюсь из дома бежать. И в мирской суете свою жизнь растворяю. И не слышу, как плачет душа. А еще он своими песнями хотел укрепиться духовно сам. Так они росли. Автор, его песни, его соратники. И, слава Богу, Господь послал людей. Всегда Господь посылает людей. И помощников посылает. И что-то надо, какую-то поездку профинансировать посылает. Какого-то благотворителя посылает. Вот у меня не было еще такого, чтобы что-то не получилось. То есть, если вот надо, допустим, если воля Божья есть, она все идет. А если воли Божьей нет, надо здесь иметь рассуждение. Ведь тоже, да, человек не просто должен слепо верить, да, фанатично. А должен с верой рассуждать. Творчески подходить ко всему, да. Господь нам дал таланты творить каждому человеку. Мы должны тоже быть людьми. Но и прикладывать какие-то собственные усилия, не ждать когда. Конечно. Вот, нет, я прикладываю. Я чувствую, да, что вот все равно есть какое-то чувство, что что-то здесь не так. Или Господь вкладывает это чувство, или ангел-хранитель твой. Отходишь, смотришь, точно не туда, пошел не туда. Надо туда. Или ждешь просто времени, когда к тебе кто-то уже пришел и сказал, что нужно. Ну, сами понимаете. Что мне рассказывать? Это опыт каждого человека, который осознает себя, вот, в церкви осознает себя человеком верующим. Когда идет война, война добра и зла, там цель одна, душа, которой нет сыны. Там всюду льется кровь, идет направо. И за собой не чувствует вины. Расставил прочь на сеть, князь поднебесных сил. И ловит души тех, кто пал и не встает. По промыслу Божию мы живем на святой земле, не спи душа, молитвами святых за державу, за други своя. Вот малый перечень его сочинений, что находит отклик в сердцах людей, утверждая и его самого верности выбранного пути. Я вот сейчас ездил на Ганину яму, на монастырь, столько машин, автобусов. И так каждый день. Люди приезжают из разных городов. Зачем им это надо? Душа просит. Душа. Вот чем мы отличаемся от животного мира. Человек, он творец, и душа у него стремится к своему создателю, творцу. Аудитория, где его песни проповедуют православие, бывает самая разная. Песенный фестиваль, церковный приход, тюремная колония, призывной пункт, военное подразделение. Объединяет этих таких разных слушателей отношение к правде и неправде. Фальшь здесь не пройдет. Тяжело, когда, понимаете, когда, тяжело, когда ты знаешь, что что-то не так. Ну, имеется в виду, когда идет какая-то вот неправда или ложь, да? Тяжело. А когда ты с Богом, может разве что-то тяжело быть. Я когда первый раз на зону приехал в тюрьму, я думаю, ну ладно, пусть там хоть что-то. А я первый раз приехал, ну, я там не знаю порядки-то. Вот, ну ладно, там закидает помидорами, хотя помидор-то нет, ну, так в нашем светском понимании. Или там свистают, или так далее. Да вы что-нибудь, все там прошло. Я не пойду с концертом, я вам уже объяснял, что песни пишу я, в принципе, для себя. Потому что я себя ставлю зрителем. Если песню мне не нравится, я ее петь не буду. Он знает, после первой же неудавшейся песни слушатели могут уйти. У отца Николая, его музыкантов, такого, слава Богу, не приключалось. Не спи, душа моя грешная, проси у Бога прощения, проси. Мы выездили даже в такие колонии, где очень далеко там непроходимые места. Вот там застряли где-то, там тоже в болоте один раз. Там приехали, я там, значит, встречает нас майор, значит, на колонии, может, темно уже было. Мы сказали, вот, у нас концерт у вас в зоне. А вы кто такие? Да вы, вот, епархия. Пермская, мы, я, Екатеринская, епархия. Вот, и, значит, часа полтора никого нет. Вот мы там сидим. Приходит майор и говорит, ну, давайте, пойдемте. Это самое, пойдемте в клуб, мы пришли в клуб, поставили аппаратуру, все как бы, вот, народу никого. Там две тысячи народу живет в этом лагере, никого народу нет. Что такое? Вот, ну, что, я одеваю подрясик, значит, скажу, ну, раз мы сюда приехали, мы сейчас будем тут репетировать. Вот, мы всегда никогда в этом плане не думали. И все, после первой песни там стоял где-то один человек, смотрел, наблюдал, или два. После, значит, на второй песне уже был полный зал. Вот так весь концерт был, там все на вратах прошел у нас хорошо. Я думаю, мы потом спрашиваем с ним, в чем проблема, в чем дело, почему народу-то никого не было вначале. Так мы, говорит, думали, что это опять эти христиане пришли, которые к нам приходят каждую неделю. Вот, а вот мы смотрим, какой-то самый, этот, отдел потом, этот, рясу отдел, смотрим православные. Все, побежали по баракам, православные приехали. Да не может быть, да сейчас там, вот, понимаете, вот такая ситуация. И все, они там православных-то не видят. Ну, вот сейчас ситуация уже наладилась, слава богу, там ездят у нас. А так, сектанты каждую неделю, целенаправленно, все там четко так, вот, все, работа идет. Вот мы уже по второму кругу, по этим колониям ездим уже, мы уже ощущаем, что, блин, там, люди уже растут, возрастают, там община в них организуется. Все, там, они уже звонят, там, оттуда, вот, мы там, вот, сейчас в храме, там, все, давайте, мы вас ждем, эти ждем. Ну, вот, слава богу, что так все происходит, там уже ходят священники, крестят, люди крестятся, все, и уже пишут, писали письма уже освободившихся, кто-то освободился. Словно о них пишет святой отец, которого Диакон так любит перечитывать. Страсти кипели во мне несчастном, увлеченные их бурным потоком. Я оставил тебя, я приступил все законы твои, и не ушел от бича твоего, а кто из смертных ушел? Не спи, душа моя грешная, не спи. У меня в душу западают только слова святых отцов, которых я вот читаю, и тех подвижников, которые жили, сейчас не живут, вот, допустим, Антоний Сурышский, для меня глубоко почитаемый. Я считаю его святым человеком. Вот первая книга, которую я прочитал, это дядя Старсений, неизвестный автор. Которые вот эти книги, они, на самом деле, они пропитаны, они с душой, они написаны, эти книги. Вот, и вот эти, и книжки, я бы хотел бы, я еще раз объясняю, хотел бы их людям передать, рассказать, потому что не все же читают. Вот, и вот, как вот всю эту книжку запихать в одну песню? Вот, только, только вот эти святые подвижники, которые, да, вот, я, Господь, мне свободно их прочитать. Вот, а бывало такие моменты, что песню пишешь, даже уже написал, уже песню писал, а потом уже где-то через полгода берешь книжку, читаешь, а там фразы, которые уже песни, они уже есть, представляете? Ну, чудо. Эта фраза, она уже была кем-то сказана, которой я записал эту фразу. Поэтому я только так записываю, записываю и исполняю. Тут прочитал где-то год назад исповедь Блаженному Агустину. Вот, мне тоже мой друг посоветовал, да, прочитай. Говорит, поэзия, поэзия того, он пишет стихами, ну, у него стихи своеобразные. Вот, они не рифмованы из стихи, ну, почитаешь, как будто стихотворение. Вот, я прочитал тоже «Намо дыхание» эту исповедь. Вот, и там у меня в душу тоже, там, залегло несколько слов, что вот Блаженный Агустин, он всю жизнь искал радость. Радость, которая не знает разочарования. Это небо, это Господь, это любовь. Ока не видела. Ухо не слышала. И сердцу неведома, Что уготовано. Алчущим, жаждущим Царства небесного И тем, кто в него войдет Вратами тесными Радуют, радуют Ангелы Господа И ставшие верными Званые сердца Тот, кто хранил любовь Будет с ней навсегда Вечностью окрылен И славою Творца А ты, что опять душа Песен да не поешь Теплишься чуть дыша Падая не встаешь Может тебе подстать С миром идти во след Но оглянись назад Все суета сует А там, где цветут сады В райской обители Вкусят свои плоды Небожители Их напоиц полна Вечным дыханием Радость, не знающая Разочарование А где-то и среди нас Немощем вопреки Молятся в этот час Божьи угодники Напоминают нам Истины слависа Просите и дастся вам Стучите, отверзется Туда, где цветут сады В райской обители Где вкусят свои плоды Небожители И вас напоиц полна Вечным дыханием Радость, не знающая Разочарование Око не видела Ухо не слышала Око не видела Ухо не слышала Око не видела Око не видела Ухо не слышала Кто пребывающий в любви Пребывает в Боге Трудно Трудно, конечно, трудно Но главное идти Вставать Идти Упал Вставай Иди Я всем желаю Вот такой радости Приходите на мой концерт Который состоится Опять, если Господь даст 23 ноября В Думу офицеров Это в Екатеринбурге Да У вас-то видят люди Всего земного шара Да В Америку мы пока не собираемся Смотрите сайт Да Да Да, у меня есть свой сайт Правда Я им не занимаюсь Занимается мой друг Он сейчас в Тайге Он скоро приедет И снова займется Вот там есть видео Есть биография Можно посмотреть Наверное, там, скорее всего Будут какие-то афиши Так что на сайте Милости просим Заходите на сайт Аплодисменты